Здравствуйте! В эфире программа «Русский язык за чашкой чая». И мы, ее ведущие, Алина Ершова и Татьяна Шахматова. Продолжение следует... Диссертацию на тему «Чехов в освещении критики». Как можно название? Здравствуйте! Еще раз. Тема диссертации «Чехов по оценке казанской критики и литературоведения конца XIX-начала XX веков». И сегодня в нашей передаче мы поговорим о критике высокой, литературной и о критике бытовой, о том, как мы критикуем друг друга в нашей обычной жизни. Но начать все-таки я хочу с литературной критики. И вот первый вопрос, Алина, к тебе. В диссертации ты пишешь, что литературная критика определяет основные формулы, которые использовались по отношению к тому или иному писателю. То есть критик, получается, это такое опасное существо, которое может навесить ярлык, а может дать зеленый свет писателю. Это так? В какой-то степени это действительно так. И об этом свидетельствуют примеры из истории. Например, Чехов, певец «Сумерек», или, например, Максим Горький, певец «Революции», или Достоевский, который остался накануне «Великой истины». То есть получается, что Белинский и иже с ними критики, известные нам со школьной скамьи, они внедряют в наше сознание, в сознание читателя, тот или иной образ писателя. Эдакие пиар-технологии. Да, причем этим пиар-технологиям уже очень-очень много лет. Например, статья из газеты «Казанский-Волжский вестник» 1888 год за подписью Уманьского. Были опубликованы два критических отклика на тогда еще молодого писателя Чехова, автора рассказов. И в первом очерке слово «талант» встречается пять раз, во втором — три раза, дарование по три раза в обоих очерках, а слово «воображение» в первом очерке 19 раз, а во втором — три раза. И это не единичный случай использования подобной лексики в отношении Чехову. Как интересно, это получается, что Чехова, молодого Чехова, когда он еще не был известен широкой публике, активно пиарили, говоря нашим языком? Да, у Чехова причем было много друзей-критиков, хотя были, конечно, и злопыхатели. Например, откуда в представлении большинства наших современников образ Чехова как человека болезненного, худого, невысокого роста? А это не так на самом деле, да? Нет, это на самом деле не так. Чехов был достаточно крупным мужчиной, высокого роста. Вот, кстати, я вспомнила, я была в музее Чехова в Ялте, и вот сейчас вспомнила образ его пальто, в котором он путешествовал на Сахалин. Я тогда еще очень удивилась, потому что, подойдя к этой витрине, я поняла, что пальто действительно огромного размера. Вот именно. И вот тот образ, который нам навязывают в школе, и то, что я увидела на самом деле, меня тогда это поразило. Вот именно. А откуда тогда вот этот образ болезненного Чехова? Ну, в первую очередь, конечно, из критических публикаций конца XIX века, в которых часто встречались слова «безвольный», «анимичный», «дряблый». Во-вторых, в 1929 году было издано полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова, и предваряла его большая статья, в которой «черным по белому» было сказано, что Чехов был человек безвольный, пассивно-сенситивный, впечатлительный и слабый. Потрясающе. То есть не зря у нас на уровне такого обывательского представления существует некое противопоставление критик-писатель, что эти люди не могут быть друзьями. Критика в переводе с греческого – это искусство судить, искусство рассуждать. Но вообще-то и литературные критики тоже бывают разные. И, например, если снова возвращаться к Чехову, то был такой критик Николай Ежов, который выпустил фактически клеветническую, очень нелицеприятную статью о Чехове в историческом вестнике в 1909 году, уже после кончины Антона Павловича. Ежов называл в этой статье писателя скупым, надменным, злым по отношению к старым друзьям, средним писателем. Ежов вытаскивает на свет неприятную информацию личного характера. Он пишет о том, что в некоторых рассказах Чехова, в частности, рассказах Попрыгунья, Ариатна, главные действующие лица – это Чехов, Левитан и некая дама-художница. После выхода этой скандальной статьи было несколько критиков, вступили в полемику с Ежовым, в том числе такой крупный критик, как Амфитеатров. И вот, например, на последнее замечание Амфитеатров ответил, что, к сожалению, сейчас мы уже не сможем узнать правды о том, действительно ли в этих рассказах были эти реальные прототипы, потому что этих людей уже нет в живых. То есть вступилась какая-то коллегиальная честь против такого выступления? Да, началась активная полемика на страницах журналов, газет в 1909 году. Понятно. Ну, то есть, если критик начинает сводить какие-то личные счеты с писателем, если его критическая статья только написана формально как критическая статья, то это сразу чувствуется. Да, конечно. И вот, кстати, когда я писала свою работу, то думала, что тема чисто литературоведческая, но постепенно поняла, что мое исследование о критике, оно помогает мне в жизни. О, отлично. Как хорошо мы сейчас подошли к вопросу о том, как мы критикуем в обычной повседневной жизни. Вот, Алина, как ты думаешь, структура критического отзыва, она является общей для критики литературы веческой, например, на литературную статью, и для той критики, которую мы высказываем в обычной жизни своим друзьям, знакомым. Есть какая-то вообще общность между этими жанрами? Ну, мы можем сказать, что да, действительно есть общие черты. Это вступление, это обозначение проблемы, это аргументы оппонента, контраргументы, примеры, которые подтверждают точку зрения. То есть общие черты, да, конечно, есть. То есть если человек, ну, скажем так, приводит какие-то объективные мотивы, почему ему не нравится то, что делает его собеседник, или как он говорит, или какой-то текст, да, ему не нравится, то, в принципе, это воспринимается адекватно, да, не как там наезд или оскорбление или какой-то другой жанр, да? Нет, ну, если это оскорбление, то это уже совершенно другой жанр, потому что все-таки критика отличается от оскорбления или немотивированного отказа тем, что это что-то обоснованное в первую очередь. А оскорбление, это зачастую оно не имеет каких-то... Но вот Ежов, он же фактически переступил границу жанра, да, то есть он использовал форму одного жанра для того, чтобы совершенно другое намерение совершить. Давайте тогда сейчас перейдем ко второй части нашей передачи и посмотрим, как критика отражается на нашей обычной жизни, как на нее реагировать и что с ней вообще делать. И сегодня у нас в гостях писатель, филолог по образованию, наша коллега, лауреат Державинской премии 2017 года, член редколлегии и постоянный автор казанского альманаха Альбина Нури. Здравствуйте, я очень рада сегодня здесь быть. Большое спасибо, что вы меня пригласили на эту встречу. Альбина Нури автор собственной серии книг, которые издаются в издательстве Эксмо. Фактически наш отечественный Стивен Кинг, потому что Альбина пишет мистические триллеры с мощно проработанной психологической интригой. И помимо всего прочего, Альбина еще и очень смелый человек, потому что сегодня она собирается поговорить с нами о критике в свой адрес. Писатель будет говорить о критических отзывах. Я считаю, это уже подвиг. И я не знаю, чем закончится, конечно, наша беседа, но я уже по всему готова. Давайте попробуем. Кстати, я посмотрела сайты, где размещены твои тексты, Альбина, и где можно видеть комментарии. Это сайты издательства Эксмо, Литрес, магазинов Озон и Лабиринт. И отзывы в основном очень положительные, и у тебя огромная читательская аудитория. Спасибо моим читателям. Действительно, да, положительных отзывов, что радует очень много, но и отрицательные тоже встречаются. Но это скорее нормальная ситуация. Было бы странно, если бы отзывы были только положительные. А вот в связи с этим вопрос, Альбин, в целом вообще на комментарии ты реагируешь или вообще не общаешься со своими читателями? Вот как происходит этот обмен? То есть мы знаем, что есть там такой Патрик Зюзкин, писатель, ныне покойный, но, насколько мне известно, человек, который не дал вообще ни одного интервью. Да, или, например, Дина Рубина, которая принципиально не выходит в социальные сети, говоря о том, что они отнимают у нее очень много времени, а общается она со своими читателями вживую. Вот как у тебя это происходит? Ну, я должна сказать, что я на самом деле открытый в этом смысле очень автор. И с читателями на встречах я общаюсь. Если приглашают вузы, в магазины, в книжные или в библиотеки, я с удовольствием езжу, общаюсь с людьми. И, кроме того, и в социальных сетях, то есть в пространстве мировой сети тоже я присутствую. Я есть на Фейсбуке, у меня есть страница, ВКонтакте. Недавно я, кстати, создала группу ВКонтакте, пользуюсь лучшим всех, приглашаю в нее вступать. Кроме того, у меня есть свой сайт, тоже там есть форма обращения с автором, то есть можно легко послать любой запрос. То есть в этом смысле я человек очень открытый для общения. И, наверное, этому способствовало то, что я очень много лет в журналистике. То есть уже с начала нулевых я редактор, журналист был, а главный редактор в различных печатных изданиях. Любой журналист знает, что это всегда очень тесная связь с читателем. Поэтому как-то для меня вопрос такого не стоял, когда я начала публиковать книги как автор. Стоит ли мне общаться или не стоит? Однозначно, да, стоит, конечно. И еще, кроме того, перед тем, как выйти на российский рынок, перед тем, как меня стало публиковать Эксмо, я очень достаточно в течение пяти лет, но может быть не очень долго, но все-таки в течение пяти лет мои тексты публиковались здесь, в Татарстане. То есть в журналах, в Казанском альмонахе, в Казани, в Эделе, там еще в ряде разных изданий. И плюс к этому еще у меня вышло здесь три сборника прозы. То есть когда вот открылась серия Эксмо, я считала себя вполне готовой. Я думала, что я уже знаю, я повстречалась уже с читателями, я походила на встречи, я получила там массу отзывов положительных. И даже если были отрицательные отзывы какие-то, я, честно говоря, знала, от кого они будут исходить, знала, чего ждать, то есть и реагировала на это совершенно спокойно. И вот мне казалось, что я, в общем-то, готова и к российской такой, скажем, большому плаванию. Но, как оказалось, да, это все равно, что было, вот ты в маленьком бассейне плаваешь, а тут тебя уже в океан швыряют. То есть вот эта вот широкая известность в узких кругах, как говорится, она никакого отношения не имеет к тому, с чем ты столкнешься, когда тебя начинает публиковать крупное уже российское издательство. И любой человек, скрывшись за ником, может сказать тебе все, что угодно в интернете написать о тебе. То есть да, тут, конечно, некоторые открытия я для себя сделала. Насчет того, реагирую ли я каким-то образом, да, на критику. Ну, сначала, конечно, надо сказать, что очень приятно читать о себе хорошее, когда человек тебе пишет, что он пока не прочитал твою книгу, он не мог заснуть, или он ее закончил, и потом никак не мог в себя прийти, как все прекрасно. Это все очень душу греет, крылья вырастают, хочется творить там и дальше писать, да. Но когда натыкаешься на что-то, прямо скажем, нелицеприятное, вот как с этим жить, да. Вначале вот так получилось, что вот об этом я чуть позже, наверное, расскажу. С одним из отзывов я столкнулась, с очень жестким. И было у меня желание как-то вот оправдаться, что ли, да, объяснить, что я имела в виду совершенно не это. Вы, пожалуйста, внимательнее почитайте мой текст, да. То есть я хотела вложить вот такой-то и такой-то смысл. То есть было дикое желание вступить в дискуссию и объяснить людям. Вопрос восприятия, да. То есть ты понимаешь, что тебя не так поняли. Да, потому что каждый ведь читатель открывает книгу, исходя из своих читательских ожиданий, своего читательского опыта. И он может прочесть совершенно не то, что ты там написал. И поэтому вот хотелось объясниться, да. Я бы так посмотрела, вот есть социальные сети для писателей и читателей, Лавлип, например. Многие авторы, коллеги, столкнувшись вот с какой-то критикой в свой адрес, они начинают оправдываться, они начинают отвечать, вступают вот в эту полемику. Я просто посмотрела, чем это, как правило, заканчивается. То есть вот в эту вот печь какой-то вот зачастую необъяснимой ненависти к тебе и твоему тексту, они только подкидывают дровишек, все это разгорается. В результате автор, мне кажется, его надолго выбивает вообще из колеи. И поэтому это очень неконструктивно. Слава богу, я это очень быстро поняла и могу точно сказать, что вот на своих площадках я очень активно с читателями общаюсь. То есть там ВКонтакте, как я уже сказала, в своей группе, да, там на сайте. Любой вопрос мне можно задать. Обо всем у меня очень активно идет диалог. Но вот на сторонних площадках, на сайтах магазинов и так далее, даже встречая самые нелицеприятные отзывы, я никогда в жизни никак на них не реагирую, не комментирую совершенно. Вот так. Интересно. Есть ли критические комментарии, которые тебя веселят? Такие случаи бывают? Которые веселят, смешно. Это, честно говоря, я вот сейчас вам расскажу историю, как раз вот касаемо вот этого троллинга, можно так сказать. Комментарий, который поступил, вот буквально вышла первая книга, и сразу пошли хорошие, положительные, масса положительных отзывов. И вдруг, значит, проходит там недельки, две-три, я летаю как на крыльях, все у меня прекрасно. И вдруг я, значит, открываю один комментарий и читаю там такое, что я буквально вот, я не спала всю ночь, я просто расплакалась, мне было очень неприятно и обидно. И вот как раз в этот момент мне очень захотелось вступить в полемику, объяснить, слава тебе, господи, задел, да. Хорошо, что я сдержалась и ничего не стала делать. И вот, но теперь вот к вопросу о веселить, теперь, когда я этот комментарий читаю, я вот его и вам принесла, я сейчас его вам тоже почитаю, можем посмеяться вместе. Теперь мне уже над ним просто смешно, потому что, ну, честно говоря, я не понимаю, ну, природа вот этого отзыва. Ну, давайте вместе разберем. Давайте только, вот прежде чем вы его зачитаете, ты его зачитаешь, я хочу сказать о первой книге Альбины. Я ее читала, и книга называется «Вычеркнутые жизни», да, вот она первая зелененькая здесь стоит. И в сущности эта книга посвящена общечеловеческому страху потери. То есть мистический триллер, казалось бы, начинают с человеком происходить какие-то мистические обстоятельства, его начинают из жизни как бы вымарывать, стирать все, что есть для него дорогого. Друзья, семья, родственники, успешная карьера. Вот ключевой момент очень важен, потому что Кира, героиня этого романа, делает успешную карьеру в... Ну, она менеджер, да, в какой-то крупной косметической корпорации. И вот прочитайте нам этот отзыв чудесный. Вот послушайте, пожалуйста. Стиль повествования — это что-то с чем-то. В каждом абзаце, и чем дальше, тем больше, вкреплены такие словечки-фразочки, что поневоле задумаешься о психическом здоровье автора. Служебные машины, презентации, офисы, завидный жених, косметик-сити, муж развелся, обеспеченный, ну и Казань. Да к Фрейду не ходить хочется спросить. Девочка из Кукмара, кто тебя обидел-то? И что тебе не додали в этой жизни, что у тебя на каждой странице полудепресняк-полувой, обделенки по жизни? Ну вот. Чудесно. Чудесно. А вот что тут можно объяснить? Что я не из Кукмара, что я не обдалена жизнью, или что? Ну, если бы пытаться вообще какой-то анализ представить, то вот эти высказывания, обеспеченный муж, офис, презентация, косметик-сити, ну, это слова из нашего современного делового лексикона. Почему-то они автора очень сильно обидели. Обидели, задели, за живое. Это первое. Потом я не понимаю, какие претензии у него к Казани. Да. Я возмущена. Может быть, он приезжал в Казани, его как-то здесь очень сильно обидели, или что-то. Ну, то есть, явно, да, из этого отзыва прослеживается личность самого писавшего. И он, конечно... Может быть, в таких случаях думаешь, может быть, он меня лично, ну, знает, и вот чем-то я ему дорогу перешла, может быть, меня, может быть, опубликовали, его нет, ну, или что-то в личном там, я не знаю. Ну, а вот эти вот, как там, из Кукмара, да? Из Кукмара. Это уже оскорбление. Нет, а обделенка по жизни. Обделенка по жизни. Ну, это уже, да, это, опять же, под маской критического. Это даже не книги отношения имеют? Нет, это личное оскорбление. А, личное ко мне, вот как вы о Чехове говорили, вот. Это Ежов. Он только более грубый. Все ясно. Ясно. Это комические случаи. А есть какие-то отзывы, которые тебя раздражают на самом деле? Вот, знаете, меня раздражают отзывы из серии «Потому что гладиолус». Вот так вот я скажу. Да. То есть это совершенно не несуще никакой информативной нагрузки. Отзывы, которые вот… А вот «потому что». Ну, например, я вам пример, да, приведу, скажем. Вот, кстати, вот только что вспомнилось. Роман у меня есть один. Значит, там, ну, про состояние силы добра и зла происходит. И вот человек пишет, что мне вот все очень понравилось, все там, все расхвалило. И в конце, значит, он такую фразу пишет. Но я вот почему-то думала, что в конце все будет заканчиваться, как в фильме «Константин». А закончилось не так, и я разочарована. Вот так, да. Или, например, еще вот такой отзыв у меня был, что мне книга понравилась, но там герои, люди, которых я не люблю. Вот я таких людей стараюсь по широкой дуге в жизни обходить, а вот зачем их сюда автор ввел? Мне вот не хочется таких людей читать. Или вот, например, вот такой веселый такой отзыв есть. Книга понравилась, но некоторые моменты я читала с отвращением, чувствовала прямую попытку автора навязать свои ценности тем, кто вот будет читать. Ну, то есть вот такие отзывы, я просто не знаю, вот как на них реагировать. Он вообще никак не должен присутствовать в своем произведении. И должен исключительно о светлых, радостных событиях писать. И толерантно ко всем группам. И должны быть все положительные персонажи, очевидно. Ну, вот в юридической лингвистике такой прием, манипуляторский, кстати, называется «введение в отрицательно оцениваемый контекст». То есть когда тебя просто так, ну, если образно бросает в тебя куском грязи, и отмывайся, не отмывайся, ты все равно уже испачкался, и имеет это к тебе отношение или нет. Ну, например, вот лежит поваленный забор, вот мимо Васи идет. Какое отношение Вася имеет к забору? А мы уже думаем, а вдруг не случайно. То ли он украл, то ли у него украли, но садочек-то остался. Самое обидное, что вот от таких отзывов нет абсолютно никакой пользы, они бессмысленные, и что делать с такими отзывами, непонятно. Мимо проходить, я считаю. Мой опыт сейчас показывает, что просто надо не обращать внимания. Твоя стратегия, просто молчать, саботаж. Ясно. Альбин, а вот какая критика влияет лично на тебя, как на писателя больше? Та, которая в серьезных журналах, или вот это интернет-критика? Ну вот именно если влияет на характер того, что я позже напишу, да, именно вот на текст, на сочинец, конечно, влияет профессиональная критика. Я вообще просто придерживаюсь такого мнения, что мастера должен судить мастер. Не в том смысле, что я себя считаю каким-то высокопрофессиональным, там, дальше некуда писателем, да. А просто, например, если вы, допустим, вышиваете крестиком, выпиливаете лобзиком, вы вот у кого-то хотите поинтересоваться, хорошо ли вы делаете, лучше бы, чтобы человек, у которого спрашиваете, он бы тоже умел выпиливать, соответственно, или вышивать, да. То есть, чтобы он вам мог дать какой-то конструктивный совет, и это как-то потом улучшит то, что вы будете делать. Вот. Поэтому, конечно, безусловно, профессиональная критика, и более того, я считаю, что она очень нужна, она очень полезна, но она должна исходить так, чтобы я ее восприняла, исходить от человека, которого я уважаю, который, я считаю, что сам пишет, хорошо пишет и умеет, и имеет право давать советы. Интернет все-таки, вот эта критика, вот ты говоришь, я на площадках, я открыта, она нужна, в принципе, тебе зачем-то, для чего-то. Ну вот, как сказать, интернет, конечно, сейчас очень злой, да, и кажется, можно бы обойтись и без этого. Это поле агрессии, безусловно. Ну, да, погружаешься в это, каждый раз там можешь даже с содроганием открывать и ждать, что там в следующий раз прилетит тебе, и с другой стороны подумаешь, ну, не знаю, и Булгаков, и Ремарк там, и прочее, все творили, никакого интернета им было не надо, и прекрасно обходились, так нам-то зачем, тоже можно же закрыться и сидеть, я в домике, да. Ну, суть в том, что, вот, мне кажется, сейчас без этого не обойтись все равно, ну, просто, чтобы поставить диагноз, надо же знать симптомы, то есть, тут и то же самое, надо все-таки понимать, чем живет и дышит интернет-пространство. Вот Билл Гейджи говорил, что если вас нет в интернете, да, бизнеса, то у вас и бизнеса нет, да, это к литературе тоже, мне кажется, относится. То есть, нужно это воспринимать, другой вопрос, что воспринимать надо правильно, но все-таки полезно знать вот эту обстановку, в которой ты работаешь, и просто надо реагировать на это здраво. Мне вот еще, как сказать, меня не сильно даже вот это все и задевает, просто это наматываешь себе на ус, а так-то, в принципе, вот Леонардо Ильичи... То есть, сейчас уже реакции сгладились, да? Сгладилось, да, сейчас я просто, ну, я уже адаптировалась, ну, год уже прошел, то есть, да, вот это, шкурой-то постепенно обрастаешь уже. Вот я хотела сказать, Леонардо Ильичи говорил, да, писал, что вот нельзя произведение закончить, его можно только бросить. Вот если я сама сейчас возьму вот эту книгу, открою, да, я там массу всего тоже найду. И, конечно же, и будут какие-то, если люди это прочитают, прочитают, допустим, умный человек, да, и вот он, скажем, найдет какой-то ляп, и он мне об этом скажет, напишет, чтобы я в следующий раз не допустила этот ляп. Ну, или просто вот даст понять, что автор, ты немножко вот здесь там, как у меня в одном романе есть, да, наклонился, чтобы достать гаечный ключ, достал молоток. Ну, вот когда это все ушло, ну, и так осталось. То есть, ну, что на это обижаться? Обижаться смысла нет, поэтому интернет-критика, конечно, все равно нужна. Необычный комментарий, может быть, есть какой-то, который поразил, запомнился. Вот есть, на самом деле, причем недавно его получила. Он необычен тем, что я сколько вот с разными критическими отзывами, положительными, отрицательными сталкивалась, но вот такого не было. Вот я его хочу вам прочитать, он очень, мне кажется, необычен. Он, то есть, автор этого отзыва, он прочел рассказ, один из рассказов, и, в общем, был впечатлен и понравился ему рассказ. Вот пишет, вот там, что-то положительное пишет, вот после этого так заканчивает. Говорят, если хвалишь кого, дескать, молодец, здорово сделал, то тем самым себя приподнимаешь над человеком, берешь себе роль судьи. Поэтому скажу иначе, я этот рассказ ваш не забуду, ощущение от него навсегда останется в моей копилке впечатлений, спасибо. То есть, человек настолько деликатен, что он не положительного, не похвалить, не поругать, не считает для себя возможным. То есть, чтобы не подниматься над тем, кого он хвалит, либо критикует. Вот это первый раз было, поэтому для меня это, конечно, необычно, мне кажется. Здорово, это действительно очень интересная позиция человека, который вообще не хочет никак затронуть личную зону другого. Таких людей, на самом деле, очень мало. И все меньше и меньше. Понятно. Спасибо огромное, Альбина, за этот интереснейший разговор. Спасибо вам большое, девочки. Желаем творчества, вдохновения, успехов. И лояльных читателей. И конструктивной критики. Только конструктивной. Большое спасибо. Итак, критика в интернете бывает следующих нескольких типов. Объективный критический отзыв. Анализ, оценка, выделение противоречий, разбор ошибок. Субъективный критический отзыв. Необъяснимое раздражение от книги, текста или самого человека. Речевые манипуляции. Цель которых – воздействовать на репутацию автора. Желание задеть, поддеть. В этом случае критик лишь маскирует свой выпад под жанр критического отзыва. Здесь может быть и завуалированное оскорбление, и сведение счетов, и заказной негативный материал. Подводя какой-то итог тому интереснейшему разговору, который у нас сегодня состоялся с Альбиной Нури, хочется, наверное, сделать какой-то вывод, да, что когда мы критикуем кого-то, то для того, чтобы наша критика не маскировалась под какие-то другие жанры, да, то нам нужно, во-первых, сохранять объективность, понимать, на какие аргументы мы отвечаем, готовить контраргументы, быть честными с самими собой, потому что, вот Альбина зачитала отзывы, которые с головой просто выдавали автора. И здесь важно не быть самому смешным. Ну и, наверное, все-таки помнить, да, о личной зоне. А на сегодня мы прощаемся с вами. С вами была программа «Русский язык за чашкой чая» и ее ведущие Татьяна Шахматова и Алина Ершова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова